Приветствую вас и, как ни парадоксально, вы сами ответили на свой вопрос относительно того, почему у вас возникает подобные ощущения, почему у вас возникают подобные комплексы, почему у вас возникает подобная рефта. Дело в том, что из-за того, что вы, ну, во-первых, называете себя девочкой в теле, во-вторых, вы явно себя не принимаете до конца, в-третьих, вы не до конца уверены в себе, в-четвертых, вы, собственно говоря, только с парнем начали больше себя любить, как вы сказали, это все наводит на мысль о том, что вы в себе не уверены. Ну, точнее, скажем так, не до конца в себе уверены. И вот вы, когда возникает ситуация, связанная с этой девочкой, вы невольно сравниваете себя с ней, это во-первых, во-вторых, считаете себя хуже в чем-то ее, хотя в действительности это, конечно же, не так. И отсюда возникает ваша ревна. Вы боитесь, что это того, что вы, ну, не совсем, да, привлекательны, не совсем хорошие, вы боитесь, что именно из-за этого мужчина, собственно говоря, и изменит вас. То есть, ваши помнения идут из того, что вы не уверены в себе и не принимаете себя такой, какая вы есть до конца. Вы сами себя считаете, ну, недостаточно привлекательны. Вот в этом и есть основная проблема. Что нужно сделать? Ну, во-первых, подумать так. Что вам можно предпринять для того, чтобы ваши комплексы не мешали вам жить? Что делать для того, чтобы вот это вот неуверенное в себе, да, недовольство своей внешностью не мешало вам существовать? Либо вы принимаете себя такой, какой вы есть и работаете с собственными комплексами. Ну, понимаете, что для девочки нормально быть в теле, что красота, которая есть у каждой женщины, она по-своему уникальна, по-своему прекрасна. И во многом, к сожалению, определяется именно мнением общества, общественным мнением, а не тем, какая девочка красива. То есть, по-своему, можно сказать, что любая девочка привлекательна, но сравнение и уровень ее привлекательности определяется именно модом. Вы чувствуете, что из-за своих физиологических особенностей вы не являетесь той, кто отвечает, скажем так, веянием общества. И из-за этого вы чувствуете себя в проигрыше. В проигрыше по отношению к другой девочке. Но в действительности нужно понимать, что раз парень вас выбрал, раз парень с вами, значит, он ценит именно вас, а не эту девочку. Но ваши комплексы, которые появились явно не вчера и не сегодня, ну, не разбирать, чтобы вы были более уверены в себе. В другой стране, вы можете выбрать и такую авиацию, при которой вы будете что-то делать. То есть, не просто переживать относить меня в своей внешности, а стараться что-то изменить, стараться как-то исправиться, стараться как-то работать над своей привлекательностью. Чтобы вы чувствовали, что вы действительно делаете что-то для того, чтобы ваш мужчина был только в плане и ни на кого другого не смотрел. Но для этого мало одних переживаний. Для этого нужно продумывать свою деятельность по изменению ситуации, по работе над ней, по, так сказать, формированию позитивной динамики в том, что касается вас и вашего ощущения себя. То есть, это один аспект, аспект личностный. Здесь вам можно помочь, то есть, работать последовательно с вашими комплексами, с вашими сомнениями в себе для того, чтобы какие-то свои недостатки принимать как таковые, какие-то недостатки убирать. То есть, здесь можно отдавать себе отчет в том, что вы реально можете изменить. Вместе с тем, нужно понимать, что изменить вы можете далеко не в всего. То есть, какие-то вещи вы не сможете, потому что человек не всесилен. Кроме того, есть объективные моменты, которые делают вас собой. То есть, если вы это уберете, то вы уже как бы не будете собой, и это вряд ли сыграет вам на пользу. Дальше. То, что касается, собственно, самой ремности. Здесь момент вот какой. Я понимаю, что у вас просто настроение, я понимаю, что вам неприятно, но если вы постоянно будете говорить мужчине о том, что вот вы боитесь там, что он вам изменит и так далее, то вы тем самым как бы постоянно намекаете ему на возможность этой самой изменить. То есть, вы сами его, как бы сказать, пригодавливаете для такого поведения. Ну, то есть, как? Ну и просто внушает ему мысль. Мысль о том, что он может вам изменить. И если даже изначально он этого не хочет, то все равно он как бы думает об этом. Он как бы все время... У него есть эта мысль. Эта мысль, естественно, не может не влиять на отношения Лейду-Варда. Чтобы этого не было, вам нужно перестать мужчине постоянно генерировать у мужчины такую мысль. Как это сделать? Пожалуй, сделать это можно таким путем. Усилием воли вы заставляете себя в те моменты, когда испытываете, скажем, негатив, когда испытываете груз, когда у вас портится настроение и так далее. В этот момент вам нужно делать следующее. В этот момент вам нужно, наоборот, проявлять к нему всяческий позитив, дарить ему тепло и нежность и, собственно говоря, проявлять только себя с позиции, с позиции, ну, хорошей позиции, с позиции уверенной в себе женщины. Это обязательно. И обязательно это для того, чтобы вы, во-первых, сами привыкали к тому, что, когда вам плохо, когда вы в себе вот не уверены, вы положительную линию поведение ведете. И когда вам плохо, вы даете понять молодому человеку, что вы заботитесь о нем, что вы примите именно его сделать счастливым, что вы не хотите портить ему настроение и так далее. И вот данный факт очень и очень важен, чтобы мужчина видел, что вы беспокоитесь именно о нем. Со временем такое поведение будет у вас закреплено, когда вы будете в момент негатива реагировать, наоборот, позитивно. И это поможет вам сохранить отношения и вместе с тем, о чем я говорил до этого, даст вам возможность для того, чтобы не только сохранить отношения, но и вывести их на новый уровень. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго, удачи, я желаю вам принятия верного решения, и я желаю вам решимости для того, чтобы, если потребуется помощь специалиста, обратиться за ней и сохранить свое отношение, сохранить свое счастье, и тогда у вас все будет хорошо.